Добро пожаловать на специальную передачу из серии «Основания веры». Мы были искуплены, куплены дорогой ценой и сделаны новыми через жертву Иисуса, нашего Господа и Спасителя. Достоверное Слово Божьего является вашей уверенностью. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Джереми Пирсенс. Мой дедушка Коннет Копланд на протяжении многих лет говорил о том, что цель передачи «Победоносный голос верующего» — выводить вас на такой уровень, когда ваша жизнь находится в ежедневном процессе победы. И за дня в день — ежедневная победа во Христе Иисусе. И эта цель никогда не менялась. И в 1989 году Брат Копланд проповедовал о реальностях искупления. И сегодня это послание является таким же сильным, каким было и тогда. И сегодня мы представляем вам эту специальную передачу из архивов миссии Коннета Копланда. Давайте возьмем наши Библии и узнаем об Иисусе, нашем Искупителе. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Наша цель и наш план этой передачи — доносить до вас Слово Божье в доступном ежедневном формате. Что-то, что поможет вам одерживать победу во всех трудностях, которые жизнь приносит конкретно в вашу жизнь и в ваши обстоятельства. Слово Божье является силой нашей жизни. Он послал Своё Слово, и оно исцелило нас. И мы рождены свыше Словом Божьим. Его Слово — это то, что требуется для того, чтобы изменить наше мышление. Помазание Божье приходит на Слово Божье. Поэтому цель этих ежедневных передач — делиться с вами тем, чему мы научились за последние годы, за эти 20 с лишним лет, которые мы находимся в служении. Что принесло нам победу. И что вывело нас в нашей повседневной жизни на такой уровень во Христе Иисусе, где наша вера сильная и работает, побеждая те бури и ту тьму, которые приносят жизнь, приносят всем. Поэтому наша семья научилась вместо религии ходить и жить в реальности победы во Христе Иисусе. И именно для этого мы и здесь. Это то, чем мы собираемся делиться с вами. Поэтому у нас сегодня есть очень интересные вещи. Я знаю, что вы будете благословлены ими, поэтому, если у вас есть Библия, я хочу, чтобы вы ее открыли. Мы прочитаем сегодня несколько мест Писаний. Прежде давайте помолимся. Отец во имя Иисуса, нам нужна Твоя помощь. Мы осознаем, что мы нуждаемся в Тебе в каждой сфере нашей жизни. И на этой передаче сегодня. Духом Святым мы принимаем откровения об Иисусе в нашей жизни на этой земле. Спасибо Тебе за Него. Во имя Иисуса. Аминь. Мы уже говорили как-то о том факте, что мы действительно искуплены. Быть искупленными означает быть выкупленными обратно. Или вернуть в Его первоначальную форму, или в более лучше. Мы были искуплены силой Божьей, кровью Иисуса. Мы фактически действительно искуплены. Искупление — это не просто какая-то религиозная идея. Это не что-то, что придумано человеком. Бог его придумал. Это его мечта. Это его мечта — восстановить человечество в его взаимоотношениях с ним, так как он первоначально сотворил Адама в Эдемском саду. Иисус Христос является центральной фигурой нашего искупления. Он — наш искупитель. Когда я говорю, что мы действительно искуплены, есть реальность этого. Есть что-то, что может попасть внутрь вас. Так что вы действительно знаете, что вы искуплены. Это что-то реальное. Это не какой-то журавль в небе, супернебеса в один прекрасный день. Благодарение Богу за небеса. Небеса — это реальное место. Они действительно существуют. Бог действительно там. Иисус физически находится там. У нас есть родственники, которые физически находятся там. Слава Богу. Но мы сейчас имеем дело не с небесами, как местом. Мы имеем дело с землей, как местом. И это паршивое место. Аминь. Когда вы не знаете Бога. И земля может быть хорошим местом. Она может. На ней может быть много радости и много удовольствия. Но на ней также может быть очень много печали и много боли. Как все мы знаем. И нам нужно понять, что небеса реальны. Земля реальна. И искупление реальна для нас сейчас. Иисус Христос пришел. Стал жертвой на Голговском кресте. Но на этом был не конец. Иисус сошел в ад. Победил силу смерти. Победил все силы ада. Смерть. Могилу. И все, что приносит скорбь и печаль человечеству. Он воскрес из мертвых. С силой Божьей. В буквальном смысле слова. Разрушив власть смерти. Державший человечество на коротком поводке со времен. Союза Адама с Сатаной в Эдемском саду. Дав каждому мужчине, каждой женщине, каждому ребенку. Каждому человеку. Рожденному на этой земле. Право и привилегию принять Иисуса Христа. Как их Господа. И их Спасителя. Тем самым делая их искупление реальностью в их жизни. И у сатаны больше нет власти над человеком. Он не может это остановить. Если вы делаете Иисуса Христа Господом в вашей жизни, это искупление там. Оно реально. И вы искуплены прямо сейчас, а не после того, как умрете и пойдете на небо. Благодарение Богу, что когда вы умрете и выпадете на небо, вы переместитесь с этой планеты туда, с этого места в то. Библия говорит, что выйти из тела, значит, во дворице у Господа. Но мы искуплены уже сейчас, находясь здесь. Другими словами, есть определенные законы. Библия говорит, что на этой земле действует закон греха и смерти. Но мы не подчинены Ему, когда ходим в этом искуплении и избираем его. И нашему телу предстоит однажды умереть. Это тело умрет. Оно либо перестанет функционировать, и умрет, и будет похоронено, либо, когда вернется Иисус, это тело будет изменено и будет восхищено к Нему. В любом случае, это тело подвергнется изменению. Но вы не просто тело и разум, вы дух. У вас есть душа, состоящая из вашего разума, вашей воли и ваших эмоций. И ваша душа вместе с вашим духом живут в этой плоти, в этом физическом теле из крови и костей. Это тело временно. Оно просто является вашей связью с этим физическим миром. Физическое тело контактирует с физическим миром. Иисус сказал, что то, что является плотью, есть плоть. То, что является духом, есть дух. Настоящий вы – это дух. Вы можете жить без своего тела, но ваше тело не может жить без вас, без духа. Ваш духовный человек был рожден заново, когда вы сделали Иисуса Христа Господом в своей жизни. Рожден заново в новой семье, с новым отцом и в новой среде. Вы являетесь гражданином семьи Божьей. В этом вся суть искупления, понимаете? Мы граждане семьи веры. Мы граждане семьи праведности. Мы граждане семьи надежды. Мы граждане семьи здоровья. Мы граждане семьи жизни. Мы граждане семьи любви. Мы граждане семьи Божьей. Бог – наш Отец. Он – наш Отец. Он занял свое место в качестве нашего Отца, когда мы заняли свое место в качестве Его чада. Мы были рождены заново. У нас есть Дух Святой, чтобы вести нас, наставлять нас, защищать нас, работать с нами. Для нас во всех сферах этой жизни. А не, чтобы нечистый дух сатана господствовал над нами. Поскольку сатана – преступник. Если вы позволите ему, он будет это делать. Ему все равно, правильно это или неправильно, он будет это делать, если это будет сходить ему с рук. Если вы позволите ему господствовать над вами, если вы позволите ему вести вас, если вы будете делать то, что он говорит вам делать, если вы будете послушны своей плоти, своим предположениям и чувствам, а не тому, что говорит на этот счет Бог, тогда вы будете под его господством. Но вы не должны быть под ним, под сатаной. И вот где Слово Божие вступает в силу и начинает действовать в нашей жизни. Вот где эта передача вступает в силу и начинает действовать в нашей жизни. Вот для чего она. Чтобы постоянно наставлять и увещевать вас каждый день. Доколе можно говорить «ныне», как говорит Библия. Чтобы ежедневно делиться с вами этими вещами. Чтобы вы могли питаться этим. Иисус сказал «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Вашего духовного человека необходимо ежедневно питать. Так же, как и вашего умственного человека. Так же, как и вашего физического человека. И мы в свое время уже говорили об этом искуплении. О достоверности, честности Слова Божьего. Почему, по-вашему, когда кто-то упоминает что-то о Слове Божьем, они всегда думают об этой книге в черном переплете. Это Слово Божье, да. Но речь не об этом. Библия ссылается несколько на другое. Когда она говорит взять Слово Божье, меч Духа, и во многих других местах, таких как, например, что Он послал Слово Свое, и оно исцелило их, и так далее. В буквальном смысле слова, в тысячах местах Писания, в Библии, говоря о Слове Божьем. Если речь не просто о книге, тогда о чем же? Речь о Слове Бога, в том же самом понимании, в каком бы вы подумали, если бы кто-то сказал о Слове Каннета Копланда, о Слове вашего врача, о Слове вашего юриста, о Слове друга, которому вы весьма доверяете, о Слове президента, о Слове нации. Послушайте, речь идет о честности Бога. Речь о том, что Слово Бога является Его обязательством. Бог связан обязательством всеми обетованиями, которые Он изложил в этой книге. Эта книга не просто содержит в себе Слово Божье, она является Словом Божьим, и в Слове Бога есть сила Бога. Достаточно силы, чтобы исполнить себя, когда на Нем стоят и принимают Его. И мы говорили о том, что мы искуплены. Мы говорили о достоверности, честности записанного Слова Божьего. О том, чтобы ставить Слово Божье на первое место в нашей жизни, делать его окончательным авторитетом. Я не движим тем, что я чувствую, я не движим тем, что я вижу, я движим тем, во что я верю. И в любой ситуации я верю тому, что сказал об этом Бог. И это, если нужно, изменит эту ситуацию, чтобы привести ее в соответствие со Словом Божьим. Привести ее в соответствие со Словом Божьим. Что будет с пользой для нас с вами? Слава Богу! Слово Божье, оно за нас, а не против нас. Поэтому, слава Богу, и нам нужно быть за Слово Божье, а не против Него. Аминь. И это возвращает нас к тому, о чем мы уже тоже в свое время говорили. И что действительно, действительно является центральной частью, центральной осью христианства. Это почему Бог сделал то, что Он сделал. Это почему Иисус сделал то, что Он сделал. Я говорю о праведности, о том, чтобы находиться в правильном положении перед Богом. Есть не одно место, и я думаю сейчас о 17 стихе 54 главы Исаии, где Библия говорит, «Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешным. И всякий язык, восстающий против тебя в осуждении, будет осужден». Это есть наследие рабов Господа, и их оправдание, праведность от Меня, говорит Господь. Бог взял на Себя ответственность за наше правильное положение перед Ним. И Иисус стал нашей праведностью. Библейская праведность это не то, какими вы можете стать хорошими, чтобы впечатлить Бога. Так что Он будет думать, что вы являетесь какими-то великими, и тогда Он будет относиться к вам так, как будто все хорошо. нет, это не то, как оно работает. Бог взял на Себя проступки человека, посчитав, как если бы их больше не существовало. Потому что Иисус заплатил за них цену и сказал, «К человекам благоволение». Благодарение Богу, слава Вышних Богу. Благоволение на земле по отношению к людям, благоволение к человекам. Благоволение к человекам это то, что объявил Бог, когда Иисус родился в Вифлееме. Итак, праведность это наше правильное положение перед Богом за его счет. Поэтому праведность это находиться в правильном положении перед Богом, выбирая эту праведность, которую он уже обеспечил. праведность ее реальность и что она будет производить в вашем сердце и в том, что вас окружает, это дарованная Богом, наполненная благодатью способность, сверхъестественная способность стоять в присутствии всемогущего Бога так, как если бы греха никогда не было. Как если бы грех никогда не приходил на эту землю. Слава Богу! Я прихожу в такой восторг, просто говоря об этом. Я хожу в этом и пользуюсь этим уже 20 лет. Я узнал об этом в 1967 году. Вот как долго я уже пользуюсь этим в своей жизни. И любой может пользоваться этим. Иисус сделал это для всех людей. Написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий...» Что ж, я понял, что я был этим всяким, слава Богу. «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Эта праведность является частью благодати в Боге. Очарование Божьего, которое дало нам это. Это дар. Я хочу прочитать с вами несколько мест Писания. Мы посвятим этой теме всю эту неделю передач. Это так важно для вашей веры. Позвольте мне прочитать вам книгу Исаии 32, 17. «И делом правды или праведности будет мир, и плодом правосудия или праведности спокойствие и безопасность или уверенность». Спокойствие и уверенность вовеки. Это спокойствие Духа и уверенность Духа приходят от способности остановиться и подумать. «Знаете, Бог любит меня. Бог заботится обо мне». «О, брат, не знаю, где ты это взял. Я прошел свои жизни через настоящий ад. Если ему есть для меня хоть какое-то дело, я не знаю, почему он ничего на этот счет не предпримет». Дорогой мой, он уже кое-что на этот счет предпринял. Он послал Иисуса на крест. «Воскресил его из мертвых. Послал вам Духа Святого». «У меня нет никакого Святого Духа». Что ж, вы в этом виноваты, а не он. Он послал его. Он сейчас прямо там с вами. «Ну, мой проповедник сказал мне, что это было не для меня». Что ж, кому вы будете верить? Мне, какому-то другому проповеднику или же вы будете верить этой книге? Я не знаю, что говорит эта книга. Я знаю, вы сами в этом виноваты. Вам нужно открыть ее и узнать, что она говорит, и верить тому, что она говорит. Это копия Слова Божьего является словами Бога, обращенными к вам. Аминь. Эта уверенность приходит от того, что я каждый день думаю об этом слове, молюсь на основании этого слова, изучая его, питая свое сознание тем фактом, что Бог за меня, а не против меня. И кровь Иисуса разрушила стену разделения между мной и Богом. И какой бы вокруг меня ни был ад на земле, я могу молиться. С каким бы количеством проблем я ни сталкивался, я могу молиться. Помню, не так давно моя маленькая внучка попала в серьезную автомобильную аварию. Машина перевернулась как минимум раз семь, как выяснили, и машина была полностью разбита. Маленькую двухлетнюю Дженни выбросила из машины на расстоянии более десяти метров. У нее было сломано бедро, и врачи сказали, что когда ее привезли в больницу, они в действительности не думали, что она выживет. Они не думали, что она выживет. И люди со скорой помощи, которые забирали ее с места аварии, они думали, что она мертва, когда приехали за ней. Я просто хотел обрисовать вам всю картину. И мне сообщили об этом. Это было в тот день, когда у нас начиналась наша самая большая ежегодная конференция здесь, в Форт-Уорте. Они пришли и сообщили мне об этом. И вы не можете просто «О, Боже!» и просто разобраться по запчастям, просто запаниковать. «О, отвезите меня в больницу, мне нужно выяснить, о!» но когда в вас есть этот мир и спокойствие и уверенность, что с Богом все в порядке, и вам не нужно просто начинать каяться и бить себя чем-то по голове, «О, я привожу себя в правильное положение перед Богом!» «Нет, нет!» «Ваше наказание уже было возложено на Иисуса!» Я хочу подвести вас к такому образу мышления. Я в своем разуме просто закрылся внутри себя. Вместо того, чтобы устремляться в то, что снаружи, я устремился внутрь себя. Все, что происходило снаружи, мне сообщали обо всех этих плохих известиях. Но Слово Божие говорит, что человек Божий, сердце которого утверждено, не убоится худой молвы, худых известий. Вы видите это в 111-м псалме. Изучите этот 111-й псалм. Я устремился внутрь себя и просто закрылся в Слове Божьем. Я не волновался о том, что может быть Бог злится на меня или что Бог не имеет со мной больше дела. Но я совершил ошибки в тот самый день. Я делал что-то, чего мне не следовало делать. Я все, знаете, мы живем в таком мире. Я несовершенный, так же, как и вы, но Бог совершенный. И именно в Его совершенстве мы и живем. И мы пользуемся Его обетованиями для нас и тем, что Он нам дал. Я просто закрылся внутри себя. Я просто сказал, то, кто во мне больше того, кто в мире. Также 54-ю главу Сайи 17-й стих, который я вам недавно цитировал. Именно в нем я закрывался каждый день. Я закрывался в крови Иисуса. Я просто начал цитировать слух и я сказал, Бог, я хочу поблагодарить Тебя за то, что Ты заботишься о Джене. Я хочу поблагодарить Тебя за то, что мы искуплены. Я хочу поблагодарить Тебя за то, что 102-й псалом говорит, благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его, потому что наша жизнь искуплена от могилы, от разрушения. Слава Богу. Я просто закрывался в этом, просто шел с этим вперед. Шел с этим вперед. Внутри меня это великая уверенность. Великая уверенность. Кто-то может спросить, а что если бы она умерла? Что ж, она бы пошла на небо. И через какое-то время я бы снова там с ней встретился. И это нелегко делать. Я не говорю вам что-то, что легко делать, но это можно сделать в силе Духа Святого. Когда вы ходите и пользуетесь этим правильным положением перед Богом. Иисус мой источник. Иисус моя сила и крепость. Иисус мое преимущество. И я пользуюсь тем, что Он предложил и дал мне в своей крови. Так что мое правильное положение перед Отцом внутри этого этот мир и эта уверенность работают для меня даже тогда, когда снаружи я испытываю такое сильнейшее давление, что кажется, что этот поток просто снесет тебя. Внутри вы можете закрыться в Слове Божьем и пользоваться тем фактом, что с Богом все в порядке. Бог прав. И Он во мне. И Тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Вы можете закрыться в этом и начать двигаться вперед. И начать напирать на дьявола вместо того, чтобы бежать от него. И говорите ему, во имя Иисуса убери от меня свои руки. Убирайся из этой ситуации. Я в правильном положении перед Богом, мистер Диалл. я беру власть над тобой во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Но не уходите, потому что мы еще вернемся с некоторой информацией, которая поможет вам позволить Богу совершать что-то в вашей жизни. в вашей жизни. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон 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 «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Знаете, праведность не основывается на чем-то, что вы делаете или чего не делаете. Это дар от Бога. И понимание вашего правильного положения перед Богом открывает двери для жизни, полностью свободной от всякого чувства вины, греха или осуждения. И Брат Копланд учит вас тому, как фокусироваться на самом главном, искать прежде всего Царство Божьего и Его праведности. Поэтому присоединяйтесь к нам на этих передачах. Также все эти передачи вы сможете найти на нашем сайте kcm.org.ua. И завтра на передаче Брат Копланд будет объяснять, что Бог любит вас не потому, что вы какие-то особенные. Нет, нет. Вы особенные, потому что Бог любит вас. Не пропустите завтрашнюю передачу. Если вы пропустили какую-то из передач, вы можете найти ее на нашем сайте kcm.org.ua и скачать ее с него совершенно бесплатно. Воспользуйтесь этим предложением. Спасибо, что смотрели нас сегодня. Я, Джереми Пирсонс, напоминаю вам, что Иисус – Господь. Кеннад Копланд каждый день делится теми ответами, которые внесли победу в жизнь очень многих людей. Так что смотрите не переставая, и этот свет засияет в вас.